Руководство области и города всегда готово идти навстречу своим гражданам, помогая в решении проблемы, узнавая жизнь региона во время прямых телефонных линий. Так произошло и на минувших выходных. Глава области Юрий Шулейко во время проведения телефонной линии согласился ответить журналистам на волнующие вопросы и подвести итоги работы. Так, в 2023 году в соответствии с государственной программой дороги Беларуси необходимо было отремонтировать более 212 километров местных автомобильных дорог, а также три дорожных окружения. Эти работы в области практически завершены. На данный ремонт направлено 65 миллионов белорусских рублей. Кроме этого, за истекший период 2023 года отремонтировано 97 дворовых территорий. Вы видите, сколько на московской дороге, это республиканская бежа, сколько на областных дорогах. В городе вы то же самое почувствовали, сколько уже мы последние два года. И мы уже видим, что вот это направление именно, но у нас есть и дворовые территории, у нас есть, так сказать, внутригородские дороги, да, различного уровня, там, где мы, так сказать, ведем где-то капитальные ремонты жилья. Все это будет продолжаться, и мы предполагаем, что цифра будет достаточно не менее уровня 23-го. Поэтому дорожное покрытие и республиканское, у нас есть дороги местного значения и республиканского. Местного финансируется и с областного бюджета, и республиканские, и с республиканского. Поэтому, как бы, и капитальный ремонт, и строительство новых. А в городе у нас, ну, есть проблема, то, что, назовем, и в старых, которые находятся в центре города, нет усовершенствованного покрытия. Понимаете? Поэтому людей это волнует, это объективный вопрос. Но в то же время, в одну минуту сделать все дороги тоже, опять-таки, невозможно. И мы планомерно вместе с правительством решаем эти вопросы, оно идет там навстречу, и мы будем дальше работать. Что касается строительства жилья, задание по общему вводу в эксплуатацию Брестской области 655 тысяч квадратных метров. С 11 месяцев текущего года этот план выполнен на 80%, а до конца 2023-го он будет завершен полностью. С года в год Брестская область по вводу выполняет. Это жилье этого года, 655 тысяч квадратных метров жилья, и мы его выполним. И достаточно такая приятная цифра, которая сегодня обсуждается и в республике, и доведенная. Половина – это частное строительство, половина – это государственное строительство, которое мы ведем, или частные застройщики. Но и мы выполним все свои обязательства перед очередниками и нуждающимися. Кто готов, так сказать, получать квартиру, потому что мы сегодня уже имеем жилье, но мы не имеем еще, так сказать, тот, кто сегодня может подтвердить свой доход. Поэтому многие отказываются, а квартиры сегодня уже есть. И сегодня Брестская область построит доведенные показатели, в том числе и для военнослужащих. Очень серьезная доля будет, порядка 12% из этого объема доведенного. Поэтому есть очереди, но нужны деньги, нужны программы, нужна стоимость квадратного мера, социальное, коммерческое жилье. Например, в Пинске сегодня можно открыто говорить, что нет очереди на жилье. И сегодня мы, например, в том регионе, мы будем вести, так сказать, строительство, но оно такое уже продуманное. Какого уровня нужно жилье, потому что люди живут достаточно неплохо. Одна, две, три квартиры. И мы сегодня, когда сдаем свои объекты, мы видим то, что нужно найти, так сказать, кто их купит. В этом году сотрудничество Брестской области с регионами Российской Федерации нарастало, становилось теснее и плодотворнее. 78 регионов России осуществляют внешнеторговое сотрудничество с первым регионом. По итогам 10 месяцев доля страны-соседки в экспорте Брещены составила более 77%. Что касается других торговых отношений, в 2023 году поставки осуществлялись в 88 стран мира. Новый рынок сбыта открыт в экваториальной Гвинеи. Есть закрепление главы государства за определенными регионами. Основными от государства я закреплен, это за Пензенской и за Иркутской областью. Это два различных субъекта хозяйствования. До одного лететь два часа неполные, до второго почти семь. Поэтому различные климатические условия и тому подобное. Это очень развитые области, регионы. И нам удалось фактически соблюсти все наши параметры развития, этапы исполнения договоров, исполнения протоколов, поручений по товарообороту. Если мы сегодня уже декларировали 100 миллионов с Иркутской областью, как это говорят, за семи морями, или с Пензенской областью, если мы там в прошлом году еще было 80 миллионов, то уже есть 100 и будет порядка 130 миллионов долларов обоим. Для нас это выгодный такой момент, сальдо в нашу сторону непосредственно. Тут можно говорить о республиканских товарах, можно говорить и о Брестском, так сказать, регионе, взаимодействии непосредственно. Если говорить о европейских странах-соседях, острыми остаются вопросы границы. В настоящее время места, перецепки транспортных средств и перегрузки товаров, расположенные в Брестском регионе, загружены на 90%. На подъезде к пункту пропуска Козловичи очередь растянулась на 30 километров. Ситуация находится на особом контроле у Брестского облсполкома. В этом году машины уже не болтаются по городу, все они стоят в установленном порядке, возим там и покушать, и туалеты где-то восстанавливаем, и мусорки. Приходится все же, каждый выбирает работу сам. И сегодня он рассчитан, наш переход, именно на эти цифры, там до тысячи, но могли бы гораздо больше принимать, опять-таки, тем паче это пустые сегодня грузовики, фактически, на 99%. Поэтому порядок выстроили, систему ведем контроля, поэтому есть порядок сегодня в очереди. Отдельные все равно умудряются, но это не так уже выразительно, как в прошлом году. Работает милиция очень хорошо, несколько экипажей, оперативные сотрудники таможни, которые изучают, так сказать, состояние грузов там и, назовем, порядка, потому что им дается определенное время на выезд каждой автомобилю пропусков непосредственно. Вот. Логистика работает без проблем, поэтому нет машин, так сказать, очереди на разгрузку, на погрузку, вообще нет. Все, справляемся в рабочем режиме. Не смогла обойти стороной наша беседа и 85-летие Брестской области. Празднование юбилея региона будет продолжаться весь 2024 год с привлечением партнеров из других стран и городов-побратимов. Надо понимать, что 85 лет – это не день образования, это 85 жизни и строительства, да. Начиная вот анонс нашего календаря, кто строил 85 лет область, да, до этого же она тоже была построена, да, но уже, так сказать, в рамках документа, то, что это Брестская область, день образования, да, и как она сама, как регион развивается самостоятельно. Поэтому вот какой-то моменты такие, будут они всегда присутствовать и так далее. Ну, год здравоохранения. У меня в душе почему-то, да, мы сложили вот свои планы, инвест-программу, да, то, что мы, конечно, там же и школы, там же все, вот то, что сегодня связано с жизнедеятельностью, в будущем, так сказать, детей-то рождается в Брестской области больше всех, да, надо им условия. А где больше всего рождается детей? В Давид-городке. Там нужно отремонтировать больницу. Вот мы ее отремонтируем. Мы отремонтируем там роддом. В Пинске мы построили инфекционную больницу. Сейчас вот эту большую межрегиональную больницу будем два-три года ремонтировать по порядку, для того, чтобы для полишуков были условия. Вывод из беседы с главой области можно сделать простой. Брещено будет развиваться, налаживать экономические отношения, обновлять медицинскую сферу и самое главное – делать все для людей, живущих на этой благодатной и мирной земле. Василина Вуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста. Продолжение следует...